Бисмиллах, аль-хамду лиллах, салату ассаламу а ла расуле лиллаху а ла али и асхаби и аману а ла маба. Продолжаем разбор темы относительно обычаев и традиций арабов во времена Многобожия. Первый сегодняшний вопрос касается обычаев и традиций арабов времен джигили, которые затем были установлены шариатом и утверждены шариатом. То есть то, в чем их действия совпадали с тем, что потом пришло в шариате. Нам здесь необходимо указать на то, что среди арабов Многобожия было много из того, что у них осталось из религии Ибрагима алейсалам. А потом многое из этого укрепилось в исламе. Из этого необходимо упомянуть тахарат аль-фитра, то есть те вещи, которые относятся к чистоте фитры, то есть к чистоте. Из них некоторые относительно головы, а некоторые относительно тела. То есть из этого полоскание рта, полоскание носа, подстригание усов, также использование силака, также использование силака. Что касается тела, то это истинжа, то есть подмывание или подтирание после справления большой или малой нужды. Также у них было принято подстригание ногтей, выщипывание волос из-под мышек, также на лобке и хитан, то есть обрезание. Все это было у них еще до ислама, во времена многобожия. Это у них осталось от религии Ибрагима, а затем пришел ислам и укрепил все это, то есть все это утвердил. Также из того, что было у арабов, это то, что они брали русль от полового осквернения и также мыли своих умерших, то есть если какой-либо из их людей умер, то они его сначала мыли и только потом его хоронили. Также из их обычаев было то, что они заворачивали умершего в кафан, то есть белую материю и совершали над ним намаз. Это они называли асхала намаз. Но намаз не такой, как у мусульман, а то, что один из людей из его племени вставал над его могилой, то есть сначала они его мыли, затем заворачивали в кафан, потом хоронили, закапывали, потом один из них вставал и начинал что делать? Восхвалять его, то есть вспоминать различные его благие качества и тому подобное, которые у него были, восхвалять и восхвалять его и в конце, после того, как все его качества вспомнят, восхвалят и восхвалят его, в конце говорил Алейка Рахматуллах, да помилует тебя Аллах. Все, и на этом расходились. То есть это считалось за их намаз, который они совершали над могилой. Также из этого то, что Курешиты во времена Джигилии держали уразу в день Ашура, то есть 10-й день, 10-е число месяца Мухаррам. И в этот же день они меняли одеяние Каабы, то есть они также одевали Каабу в одежде. И вот в это число, 10-е число месяца Мухаррам каждого года они заменяли эти одежды. И ученые спорят относительно того, откуда у Курешитов появилась вот эта традиция делать все эти одеяния именно в день Ашура, то есть держать уразу и менять одеяние Каабы. Кто-то из них говорит, что вот этот вот человек, который звал Куреш, то что он совершил большой грех в Джигилии, то есть большой грех во времена Джигилии, и это посчитали они великим. То есть люди посчитали это великим, такой вождь как он совершил такой большой грех. И затем начали спрашивать людей, как это можно искупить, и один из них подсказал им, чтобы они держали уразу в день Ашура. То есть потом тому, как делают иудеи. И это говорит, простит его грех. Некоторые же сказали то, что их постигла большая джадь, то есть большая засуха, а затем пришел дождь. То есть после великой засухи пришел дождь, и это получилось в 10-й день Ашура. И они начали держать этот день, этот день уразу, как знак благодарности за этот дождь. То есть, как мы сказали, есть разные мнения относительно того, почему именно 10-го числа месяца Мухарном они держали уразу. И некоторые говорят, что возможно они это взяли от иудеев. От иудеев, так как иудеи в Медине тоже держали уразу в этот день и возвеличивали этот день. Также из того, что у них было, то есть из того, что затем укрепилось шариат и утвердилось в нем, это то, что они совершали хач кааби, то, что они совершали хач к дому. И также совершали умур, то есть совершали большое паломничество и совершали также малое паломничество. И входили в ихрам. Также у них была тальбия, тальбия, то есть вот эти вот высказывания, которые говорят сегодня мусульмане, совершая хач. То же самое было у кого у многобожников во времена Джигили. Но она у них немного по-другому звучала. Они говорили Вот мы перед тобой, наш Господь, вот мы перед тобой, нет у тебя сотоварищей. Кроме сотоварищей, которым ты владеешь. И владеешь всем тем, чем он владеет. В этом заключалось их многобожие. То, что они считали Всевышнего Аллаха Господом и Великим Божеством. Но есть еще и другие божества. Но всеми ими владеет Всевышний Аллах Сфануталя. И всем, чем они владеют, тоже Аллах Сфануталя владеет. Так они делали Тальбию. Также из их деяний, то есть во время хаджа, то, что они ходили на все, или совершали все те обряды, которые сегодня совершаются. То есть шли в Мину, на Арафат, Муздалифу и тому подобное. Все это они также делали. Также они кидали камешки. То есть кидали камешки в столбы. Также приносили жертвы, то есть вели жертвенных животных к Абе. Вели жертвенных животных к Абе. И среди них было принято так, что если какой-либо человек входил в Ихрам и одевал на себя беляда, то есть как украшение, как это называется беляда, то есть как ожерелье нам ожерелье, то все знали, что этим самым он находится в Ихраме. И никто его не трогал. То есть даже если он убил кого-то и тому подобное, но сейчас находится в Ихраме, его не трогали. То есть уважали и боялись его трогать во времена, в то время как он находится в Ихраме. Также из нововведений, которые ввели Курайшиты, то есть в хадж, который совершался Ибрагимом, то что они, Курайшиты, начали называть себя Аль-Хумс, это люди Харама, люди запретной территории. Они, то есть у Курайшитов со временем появилась такая идеология, то что мы живем прямо рядом с Каабой, иммин Хумс, то есть мы непосредственные потомки Ибрагима, Исмаиля, поэтому мы люди запретной территории. И мы во время хаджа не должны выходить за запретную территорию, а как известно Арафат находится за запретной территорией, поэтому они говорили мы не будем стоять на Арафате и не будем уходить с Арафата, то есть когда все люди идут на Арафат, они туда не шли, но ограничивались запретной территорией. Когда люди сходили с Арафата, они вместе с ними соответственно не сходили, так как до туда вообще не доходили, а шли дальше, то есть именно со своего места. Сказали, почему? Потому что если мы будем выходить за запретную территорию, то нас перестанут уважать. И, то есть, уйдет разница между нами и остальными людьми. То есть, тогда какая разница? Потому что мы люди запретной территории, они не люди запретной территории, и они и мы будем выходить за запретную территорию. Говорят, такое не пойдет, поэтому мы будем оставаться где? Не доходя до Арафата. Останавливаться на запретной территории. И вместе с этим пророк, салаллаху алисаляма, еще до того, как он стал пророком, шел вместе с людьми. Вместе с тем, что он был хурешитом, но он шел до Арафата. Даже приходит в некоторых хадисах, что люди удивлялись, почему он из Хомса, но сам идет до Арафата и стоит на Арафате. Это почему? Потому что хурешиты сами же признавали то, что стояние на Арафате это один из обрядов хаджи. Сами это признавали и признавали, что Ибрагим алейсалям это узаконил, Исмаил алейсалям это узаконил, стоять на Арафате. Но такого не делали из-за этих вот ложных убеждений. Также из их ложных убеждений, которые они совершали в Аваримахаде, это их убеждения о том, что никто не должен приходить на запретную территорию со своей едой. То есть они сами кормили людей, которые приходят на запретную территорию. Если кто-то приходил с едой, должен был оставлять ее за запретной территорией. То же самое никто не должен был делать талаф в той одежде, в которую он пришел из-за запретной территории. То есть гости, которые приходят с других мест в Мекку, не должны были делать талаф в этой одежде. Потому что это одежда, в которой люди грешили, так они говорили. И ты должен снять свою одежду, и тебе Хомс дарил одежду. То есть вот эти представители хурешитов, они дарили одежду людям приезжим. И тот человек уже совершал свой талаф в одежде, которую им дали хурешиты. Это если у тебя есть связи с хурешитами, есть дружеские отношения. Если же их нет, то тебе придется что сделать? Снять свою одежду и совершать талаф голым. Это касалось как мужчин, так и женщин. Но иногда хурешиты разрешали некоторым людям, не давая им одежду от себя, разрешали им совершать талаф в его одежде, который он пришел из-за запретной территории, снаружи. Но затем после талафа он должен был скинуть эту одежду и больше к ней никогда не приближаться. То есть даже если эта одежда хорошая, дорогая, все еще новая и так далее, все равно. Человек должен был выкинуть ее и больше к ней не приближаться. Все эти нововведения, которые были введены хурешитами во времена, что или во время совершения хаджа. Также из этого, то что у арабов времен джигили, времен многобожия, было принято отрубать руку вору. То есть они отрубали вору правую руку. А среди проявителей Йемена и Хайра, если человек был грабителем на дороге, его ловили, вот эти проявители Йемена, то они распинали его на дереве или на чем-либо, то есть как на столбе. То есть делали ему распятие. Имеется ввиду, отрубали ему руки и ноги как по диагонали. То есть, допустим, левую руку и правую ногу или правую руку, левую ногу и тому подобное. То есть что делали? Делали распятие. То есть примерно то же самое, что пришло в шариате. Далее. Также было принято у арабов времен джигили то, что за убийство они платили дию, то есть они платили выкуп, и он тоже равнялся 100 верблюдам. Так же, как потом было это узаконено в исламе. То есть в исламе за человека сколько платится за мужчину дия, то есть выкуп 100 верблюдов, за женщину платится 50 верблюдов. Во времена джигили было то же самое, то есть за человека платили 100 верблюдов. Также, как мы говорили, у них был талап, то есть три развода, которые они давали в разные времена, сначала один, потом второй, потом третий. И то же самое, после первых двух разводов они считали разрешенным себе возвратить эту жену обратно, а после третьего уже запретным. Также они не приближались к женам во времена менструального периода. Все это было у них еще во времена джихилии. Также у них был песас, то есть возмездие за ранение и тому подобное. Также они закидывали камнями прелюбодея и прелюбодейку. Также запрещали себе жениться на близких родственницах. Также завещали друг другу отдавать несправедливо отобранное у обиженного, выполнять обещания и оказывать почет гостю и соседу. Все это было у них во времена джихилии. И также из этого то, что сразу большое количество, то есть довольно действительно большое количество многобожников во времена джихилии запрещали себе употребление вина и употребление свинины. Свинина не так сильно была распространена, но вместе с этим некоторые из них, что делали, запрещали ее самим себе. И то же самое спиртное. Запрещали многие ее самим себе. Это что касается первого вопроса. Значит это вот те моменты, которые были у арабов еще во времена многобожия, а затем пришел ислам и утвердил все это. Либо заменив это незначительно, либо утвердив прямо так, как есть данные.